Во время нынешнего отопительного сезона в Чувашии аварии случались, но серьезных ЧП не зарегистрировано. Однако это не означает, что главам муниципалитетов можно расслабиться. Об ответственности руководителей за работу служб жизнеобеспечения, о реализации социальных программ, об электронном взаимодействии органов власти и самоуправления шла речь на видеоконференции главы Чувашии с руководителями муниципалитетов. По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, все объекты теплоснабжения работают в штатном режиме. В общей сложности за данный период зафиксировано 24 аварийных ситуации, но все устранены в нормативные сроки. Необходимые запасы материально-технических ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, а также резервные источники энергоснабжения созданы. Организовано круглосуточное дежурство аварийно-диспетчерских служб. С момента начала отопительного периода общая задолженность практически не изменилась. В том числе задолженность за потребленный природный газ увеличилась на 45%. За электрическую энергию сократилось порядка 22%. И за тепловую энергию сократилось на 0,5%. Глава Чуваши вновь напомнил коллегам. Ситуация, когда управляющие компании собирают плату жильцов, но не перечисляют ее поставщикам, недопустима. В частности, по поступившим от населения сигналам было поручено провести проверку деятельностью управляющей компанией «УЮТ» в селе Ишлеич Ваксарского района. Есть пожелания к населению и у ресурсоснабжающих организаций. Этой зимой потребление газа в некоторые дни достигло рекордных показателей. И газовщики просят быть аккуратными с оборудованием. Происходит такая холодная погода, обледенение оголовок дымоходов. И или ограничивается тяга, или прекращается тяга. Естественно, срабатывает автоматика, пристают работать котельные, котлы. Естественно, нормальные собственники жилья, они очищают оголовки и заново снова запускают котлы. А некоторые вмешиваются в оборудование, значит, принудительно запускают котлы и автоматику или веревки привязывают, или шуруп им закрепляют. Естественно, котел работает, продолжает. А при отсутствии тяги весь угарный газ заполняет жилое помещение. Глава республики напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности и вести постоянную профилактическую работу с населением. Минстрой Чуваши отчитался также о ходе реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По состоянию на 1 января 2014 года в рамках всех программ за счет средств фонда и республиканского бюджета Чувашской республики в новые квартиры общей площадью почти 14 тысяч квадратных метров переселены 850 человек. Глава Чуваши изострил внимание. Планы и сроки переселения должны соблюдаться строго. Сейчас 2014 год быстро пролетит. В сельской местности наиболее такая ситуация под контролем, ровная, потому что в районных центрах нет большого количества таких аварийных домов по городским округам. На сегодняшний день это целая проблема. На совещании обсудили также вопросы межэлектронного взаимодействия и расширения доступа к высокоскоростному интернету для жителей сельских районов республики. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика.